Это Карина и Виктор. Только что мы избавились от маленького бульдуга, Фродо. Карина написала такое письмо, мол, мало у нас обзоров людей, которые работают в офисах, ну так очень грубо говоря. Офисного планетала. Да, давайте назвать вещи своими именами. Не знаю, как к этому подобраться, культурно это объяснить. Кроме айтишников, что есть жизнь кроме айти в офисах в Польше и ее много и она не только польская, много наших в том числе тоже. Сколько вы здесь? Чуть больше полутора года. Я приехала официально 4 апреля вне решения моего отца. Вообще Витя начал работать 1 декабря. Ну да, чуть больше полутора года. Декабрь до лета это полгода и еще один год. Чуть больше чем полтора года здесь. Вы сказали, что вы в Польшу не собирались. Раслали веерно везде? Веерно. От Штатов до Австралии? Ну я бы сказал западная Европа. Западнее от Украины. Молдавия не считаемся и Румыния. Ну вот туда западнее везде. В Австралии и Америка там свои нюансы. Тяжело найти. Невозможно найти так работу. Нужно либо там находиться и там искать. Ну либо тебя чтобы нашли. Потому собственно говоря, искали мы в Европе. Ну и Польша это была первая страна, которая отозвалась позитивно. И в принципе предложение было довольно неплохим. Соответственно было решено, почему бы нет. Ну ничего не теряем. А родители сейчас? Что мы теряем, собственно говоря, теряем и ничего. Польша, ну значит Польша. Был бы это не Лодзь, а Бытгощ или любой другой город. Он для нас все равно чужой. Потому никаких... Тогда было. Ну тогда, да. Соответственно никакой разницы не было. И в какую компанию приехали? В компанию InfoSys. Ага. И сейчас уже там отработал и пережил. Да. Сейчас буквально с мая месяца уже закончил историю свою с InfoSys. Ввиду там различных причин внутренних. Не скажем, что это были конфликты или кто-то кого-то выгоняет. Здесь такое не популярно. Особенно в Лодзе. То есть, чтобы сотрудника выгнали, нужно еще постараться. Сотруднику постараться. Сотруднику, естественно. Причем постараться в негативном аспекте. Единственное, то есть, как только ты получил умову на частные окресленые. То есть, постоянный рабочий контракт. В принципе, если человек может быть не амбитный или у него другие цели в жизни, можно в принципе расслабиться, делать свою работу вот необходимый минимум и спокойно уходить домой и заниматься своей личной жизнью. С мая месяца перешел в компанию Fujitsu. То есть, имеем некоторый опыт также, назовем, миграции между компаниями, находясь за границей. Ну, это уже круто. И уже смелее можно смотреть дальше. Да, естественно. Уже не пугает никакая документальная была типа. У нас за полтора года, наверное, уже мало что пугает. Мы уже машину купили на французских номерах. Ага, сами. Да. В Польше. Вообще не понимая, что такое бриф и, оказывается, это довод реестрационный. То есть, в принципе, никакие такие челленджи уже не пугают. Ну, нам скучно было, за полугода стало. И мы такие, что бы нам такое придумать? А, вот, машины нам не хватает. Давай купим машину на французских номерах. Где-нибудь подальше. Ну, машина хорошая. Хорошая. Но она в отличном состоянии. У нас... Она полтора... Ей год. Уже чуть больше года. И с ней ничего не происходило, то есть... про квартиры можно говорить. Да. Кстати, в подтверждении того вот ролика, о котором я говорил, что результаты жизни в Польше, да, многих людей, ребята полтора, чуть больше полтора года в Польше, уже живут в своей квартире. Да, это ипотека, но люди вот за полтора года работы уже позволили себе ипотеку, позволили себе машину. Как этот бранч можно назвать? Это какой-то аутсорсинг... Это называется SSC. Это, я бы сказал, эта концепция, в принципе, широко известна в финансовых кругах и в менеджменте, как Shared Service Center. То есть в русской литературе иногда можно встретить центры общей деятельности. Это... Ну... Европейский Бангалор, да? В принципе, да. Это, по сути, есть... Не айтишный, а аутсорсинг. Да, мы в Польше, как бы, европейские индусы назовем. В Украине только с языком. Вот, единственная разница, да, если возьмем Индию, то там язык не нужен, потому что аутсорсинг все англоязычное, а здесь аутсорсинг все, где нужен какой-то из языков. Вот, теперь Карина, самое главное, вот она написала, что имея язык, не обязательно иметь какую-то глубокую профессию, какую-то глубокую специальность. Даже тут... Меня что удивило? Я примерно знаком, что такое Ernst & Young и как бы... Ну, это... У меня немножко по-другому. Ага, окей, хорошо. Я работаю не по языке, у меня 5 лет работы. То есть я сюда пришла, меня уже повысили, я тут... То есть ты начала с... Я, когда пришла, я получала уже выше, чем все остальные, и я самая влачая в офисе. И меня уже с тех пор, ну, то есть за год работы, вот в сентябре будет год я работаю, меня уже повысили, я вот с сентября начну с новой должности. То, что ты говорила о языке. Но это бухгалтерия. Да. Но в какой-то мере профессиональная квалификация нужна. Не скажем, она должна быть бумажная, но она должна быть... с чем мы работаем, но она знала чешский язык. То есть знала она из-за того, что где-то там, не знаю, то ли резьбистом, то ли учила, но не важно. Ровно знала. Да, то есть она знала какую-то свою специальность, скажем, специальность, не знаю, инженера назовем ее, и знала чешский язык. А она поработала там в Украине в одной из компаний, где немножко просто подтянула чешский. Потому что ее тоже там взяли. Да, из-за чешского языка. То есть, опять-таки, не специальность в Польше. Она приехала в Польшу, там... Она приехала уже не на самый низкорый. Не на самый низкорый, но приехала из-за чего? Из-за того, что она знает английский. То есть, который считается как бы must have, это база, это... В принципе, не разговариваем даже об этом. То есть, все, что мы будем рассказывать, это все, как бы, по дефолту, что английский вы знаете. Пускай, может быть, не на идеальном уровне. Не на идеальном уровне. Главное, не говори, что он не идеальный. Вот приходишь, говоришь, что ты говоришь по-английски больше. То есть, IELTS пятерка, окей. То есть, IELTS пятерка, окей. Нет, никакой IELTS. Вообще ничего нет. Ты просто приходишь, тебя справишь. То есть, не London is a capital of Britain. Нет. Уровень чуть-чуть выше. Чуть-чуть выше и выучите 3-4 слова из аккаунтинга. Там invoice ищут и так далее. То есть, такие самые... Даже не надо теорию учить. Просто вот слова. И все. А, аккаунт, invoice. Ну, такие как бы слова. И людей берут... Вот девочка приехала. Она приехала чисто из-за того, что она знает чешский и английский. Нужна в компании человек, который будет как бы читать что-то на чешском. Не знаем конкретно, это что-то или invoice или документ. То есть, какая-то первичная коммуникация. Либо же имейлы, исходящие из Чехии на чешском. И нужно на них отвечать. Причем, если даже ты чего-то не знаешь, всегда есть как бы тим, который или кто-то подскажет, или старший коллега. Но главное, чтобы ты мог читать, понимать и отписывать обратно. И иногда некоторые вакансии связаны с поговорить. О плюсах. О плюсах. Она получала 4 на руки и жила в квартире. Чуть меньше чем 4, там зависит от языка. То есть, сразу скажу, чем более редкий язык, финский, венгерский, который не знает никто кроме финна или венграу, будешь получать, грубо говоря, к своей base salary 50% сверху. Вот просто за то, что ты знаешь язык. То есть, это уже 5-6 тысяч? Да. Ну, базовая где-то... Фин получал 6. Ну, 6 грот. Давайте тогда не будем сразу все мешать, чтобы муки отдельно, компот отдельно. То есть, будем говорить цифры до налогообложения. Потому что налоги у всех разные. Согласен. Нюансы в Польше это... Ну и плюс, это по лодзи такая практика или по каким-то компаниям в плане оплаты жилья? По поводу жилья, это практика компании Infosys. То есть, это по поводу остальных компаний, из того, что мы слышали, по крайней мере, такой практики нет. Потому что компания заинтересована просто в языках... Но не помогает. Если ты переезжаешь, любая компания, она... Чем-то помогает. Чем-то помогает. То есть, это либо материально, часто материально, плюс помогает найти там квартиру или что-то. То есть, тебя никто не бросает. Если ты из другого города и тебе надо... Иммиграционный вопрос. Кстати, да. Для многих людей, кто переживает. Знаю я язык, знаю я что-то еще, перееду в другую страну, ну хорошо. Допустим, на работе меня возьмут, я там что-то буду делать, выйду из офиса и что мне делать вообще с визами, побытами и прочими делами. Все такие компании большие, которые зовут тебя из языка, к примеру. Не важно из-за чего, просто ты получил за пола фермы. Не важно из-за чего. Они занимаются. То есть, в принципе, все вот такие офисные корпорации, с которыми мы связаны, они занимаются поддержкой иммиграционных вопросов. Как минимум, они тебе помогут все заполнить, скажут, сходишь в кабинет, а как максимум вообще ты напишешь на них доверенность и тебя только вызовут отсканировать пальцы. То есть, ты в принципе можешь, если тебе не горит, ты хочешь это ускорить, то ты в принципе сиди, ходи на работу, занесешь в HR какие-то документы, они что-то там сделают, попросят еще и… И без напоминаний, у меня, допустим, в августе заканчивалось разрешение на работу, они в июле сделали новую на три года. Круто. И они сделали за неделю. То есть, для них это, ну, большие корпорации, у них свои бонусы, естественно, во всех этих ужондах и, допустим, в Варшаве там еще проще это делать. То есть, я, допустим, работаю в Лозе, но основной офис он в Варшаве, как у многих корпораций. И в Варшаве они делают многие дела быстрее. Разрешение на работу для украинцев они мне сделали за ровно одну неделю. Вот в пятницу до пятницы. А, и еще по поводу ужендов, раз ты уже сказала и бонусы. Допустим, если ты работаешь в своем же городе, в той компании, которая имеет огромный офис такой, который вот всех туда тянут, всех со всего мира. Скажем так, когда ты придешь в уженд с каким-то вопросом, или же ты хочешь сам какие-то иммиграционные дела сделать, не знаю, приехал ли ты с супругой, она еще не работает. Они смотрят на место работы, что да, это вот эта корпорация. И, в принципе... Ну, в Лодзи, инфосис. Допустим, в Лодзи там, да, это возьмем инфосис, Филипс, Фуджитсу, ну, может быть еще пару компаний, которых, Нордея, к примеру, которые известны как крупные работодатели и, в принципе... И что иностранцев там много. И ты приходишь туда и говоришь, что ты там с инфосисом. Да, и как бы, пускай, да, за тобой не бегают, но предвзятости, вот как там некоторые, может, слышали в интернете, что вообще непонятно, какое разрешение принес, непонятно, где он работает. Такого нет. Плюс с арендой жилья. Если же компания не даст жилье или же ваша вакансия является такой... Не подразумевает служебное жилье. При аренде жилья, если сказать, что ты... Ну, как бы, да, всегда арендодатель интересуется. А кто ты, что ты? Если, скажешь, я приехал работать в ту же компанию, инфосис, Фуджитсу или там, Нордея, в принципе, сразу вопрос того, что надежный ли ты, как арендатор, снимается. То есть просто остается... Ну, как бы, заплатишь свой депозит, если тебе квартира нравится, заходи. То есть предвзятость сразу отпадает. То есть, ну, как бы, такой из маленьких плюсов, чем отличается работа в корпорациях в Польше от, возможно, любой другой, которую кто-то слышит. Ну, вот, чем мне нравится, вот, в плане ЛОДС, что, действительно, недвижимость дешевле. То есть об этом, о недвижимости потом, это, наверное, отдельным роликом, я уже сам там запишу. Вот, решаемость этих вопросов, достаточно спокойный, размеренный город, машин меньше в разы. То есть... Людей меньше. Ну, самое интересное, то, что мы наблюдаем, их меньше. Согласно статистике, их так же само на одного жителя. Жители немножечко меньше, чем в Кракове, я не знаю, с чем это связано. Машины, в принципе, практически есть у всех. Нету только у тех, кто не хочет. Ну да. А, и вот по поводу того, что дала эмиграция, допустим, из тех коллег, которых мы знаем, кто отработал где-то, хотя бы, там, года два в какой-то из корпораций, даже вот пришел вот с нулевым знанием своей специальности после университета, что-то начал делать, годика через два он, в принципе, может себе позволить какую-то 10-15-летнюю машину, которая, в принципе, будет возить его на работу и назад. Те, кто отработал там 5-6 лет, в принципе, люди могут смело позволить себе машину, что в Украине не всегда вероятно. Да. До свидания.